На прямой связи с нашей студией военный эксперт, полковник запаса Шарел Малданов. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сегодня, 19 сентября, исполняется год с момента проведения вооруженными силами Азербайджана антитеррористических мероприятий. Для освобождения исконных азербайджанских земель тогда потребовалось менее суток. Вот если вспомнить события тех дней, благодаря чему удалось провести операцию в такие короткие сроки и настолько профессионально? Спасибо большое. Я, прежде всего, поздравляю наш народ, наших военнослужащих, участников этого антитеррористического мероприятия. Склоняем память голову перед памятью павших наших героев. Я должен сказать, что антитеррористические мероприятия показали и уровень профессионализма, гуманизма азербайджанской армии. Особенно на территории, в которой более двух лет находились террористы, я имею в виду оборонительные позиции, которые они там создавали на территории временно размещенных миротворческих сил России. Их количество, около 15 тысяч, технику, которую вы перечислили сейчас в этом эпизоде, говорит о том, что это было сильно вооруженное и достаточно, как говорится, оборудованные позиции, оборонительные позиции, на которых они располагались. То есть небольшой экскурс, если проведем, то после того, как Азербайджан одержал победу, стали как грибы расти эти позиции оборонительные террористов. Они стали вооружаться тяжелой техникой. И несмотря на все призывы со стороны Азербайджана, терпимость Азербайджана к этому, для того, чтобы решить четвертый пункт трехсторожного договора о выдворении неразаконно вооруженных формирований территории Азербайджана, этот пункт не был выполнен, но, как говорится, чаша терпения всегда заканчивается. Мало того, интенсивно стали нарушаться условия прекращения огня. Населенным пунктам и гражданскому населению, которые находились недалеко от этих оборонительных террористических сооружений, исходила опасность. И, естественно, в таких условиях, такие условия долго продолжаться не могли. И последняя их вылазка стала, то есть именно в ответ Азербайджан провел антитеррористические мероприятия. Перед азербайджанской армией стояла непростая задача, потому что верховный главнокомандующий вооруженными силами Азербайджана, президент Азербайджана, господин Ильгам Алиев, перед вооруженными силами, ставя эту задачу, обратил внимание на то, чтобы минимизировать вред гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Особенно сегодня, когда на Ближнем Востоке идут антитеррористические операции, и число жертв гражданских насчитывается около 40 тысяч, и я должен сказать, что территория почти в 10 раз меньше, чем ту, которую проводила азербайджанская армия. Конечно, как говорится, провести эту операцию в течение суток, и не нанося никакой вред гражданской инфраструктуре и гражданским лицам, еще раз показала и профессионализм азербайджанской армии, и гуманизм азербайджанской армии к населению, которое там проживало. Я должен сказать, что для этого проводилась уникальная селекция выделенного вооружения и целей. Те цели, которые находились непосредственно, а мы знаем, что террористы очень часто используют местное население, местную инфраструктуру, свои позиции непосредственно, как говорится, создавали у населенных пунктов. Именно те цели, которые были близи населенных пунктов, близи гражданских лиц, были выделены средства точного наведения и точного поражения. Остальные, как говорится, средства, они были выделены классическое вооружение. С другой стороны, я должен сказать, что за короткое время, как говорится, военные случаи Азербайджана, участники этой операции, они просочились через боевые позиции террористов и в течение суток заставили их, организовывая тесное взаимодействие с огневыми и с другими поддерживающими, обеспечивающими средствами, на высокочайшем уровне и в течение суток выполнили поставленную задачу. Я должен сказать, что сегодня в высших военных учебных заведениях, армии, как говорится, в государствах, которые имеют гораздо большие, как говорится, мощные вооруженные силы, именно опыт антитеррористических мероприятий, которые проводил Азербайджан, используется в качестве учебного пособия. И этот опыт, он еще и продолжается изучаться. Я должен сказать, что Азербайджан этим самым, можно сказать, создал стабильность в этом регионе, потому что эта группировка террористов, она являлась очагом напряженности, дестабилизации в этом регионе. Поэтому, разоружив, как говорится, незаконное военное формирование террористов, Азербайджан самостоятельно выполнил четвертый пункт трехстороннего договора, поставил, положил конец сепаратизму на территории Азербайджана и внес свою в лепту стабильности этого региона. После антитеррористических мероприятий, который дал высокую оценку не только верховного главнокомандующего Азербайджана, президента Азербайджана господин Ильга Малиев, я должен сказать, что ведущие большие военачальники мирового значения во всем мире оценили эту антитеррористическую операцию высокой оценкой. Сегодня азербайджанская армия продолжает нести службу по обеспечению безопасности нашей Родины. Азербайджан имеет сильную армию, но эта сильная армия направлена на соблюдение или на сохранение мира в этом регионе, на сохранение стабильности в этом регионе. И то, что сегодня делает Азербайджан, протягивая руку добрососедства, ищая некоторые направления для того, чтобы мирный договор был создан, конечно, это все делается для стабильности в этом регионе. Поэтому Азербайджан не просто так назвали единственной заинтересованной, самой заинтересованной страной в стабильности в этом регионе. Также хотелось бы отметить, как не раз заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев, страна и впредь будет обращать особое внимание военному потенциалу. Как можно оценить развитие вооруженных сил Азербайджана за последние годы? Ну, развитие вооруженных сил Азербайджана всегда находится под непосредственной заботой государства, именно верховного главнокомандующего, вооруженными силами Азербайджана, господин Ильхам Алиев. Он говорил, и это то, что он говорит, он всегда выполняет. Он говорил, если помните, он сказал, что армия Азербайджана получит все необходимое. И армия Азербайджана сегодня получает все необходимое для того, чтобы выполнить ту миссию, которая на нее возложена. Те, как говорится, реорганизации и те процессы, которые идут в армии, а мы знаем, что верховный главнокомандующий поставил перед армией задачу развиваться и создать турецкую модель. И создание турецкой модели в армии Азербайджана уже подходит к завершению. Очень много сделано. И на сегодняшний день, как это даже дипломатические представители посольства различных стран, военные АТШ, очень высоко оценивают на сегодняшний день уровень профессионализма Азербайджана. На всех мероприятиях международных, где азербайджанская армия, независимо от какой специальности и каких видов войск участвует в различных соревнованиях и международных мероприятиях, всегда показывает высокую оценку. И военнослужащие азербайджаны находятся всегда в центре внимания. Поэтому я должен сказать, что благодаря верховному главнокомандующему Азербайджанской вооруженных сил, азербайджанская армия сегодня занимает 56 место среди сильнейших армий мира. Я думаю, что этот показатель для Азербайджана, который недавно с победой завершил, как говорится, Вторую Карабахскую войну является показателем силы, мощи и надежности армии Азербайджана. Несомненно, большое вам спасибо, что подключались к нам. Я отмечу на прямом связи с нашей студией. Был военный эксперт, полковник запаса Шаир Рамалданов.